Гуляют по правилам выгула собак и на специально выделенной для этого площадке. Никому не мешают, но столкнулись с недовольством. Кому миролюбивые питомцы и их хозяева, как кость в горле, в нашем следующем материале. Огромный и грозный, на первый взгляд, Кейт, взрослый и, по словам хозяйки, мудрый пёс, редкой итальянской породы, Кана Корса. Обычно спокойный и даже вальяжный, он не только верный друг, но и надёжный защитник. Но зачастую люди подходят, люди разные. Кто-то пытается что-то отобрать, кто-то ещё что-то. Он встаёт в стойку, он начинает защищать. Но без команды он не тронет. Виктория с Кейтом изначально гулять ходили за пределы города. Сегодня девушка готовится стать мамой. Специализированная площадка для выгула собак, как никогда кстати. В моём положении ходить на сопке довольно-таки тяжело, поэтому приходится ходить сюда гулять. Здесь очень часто бьют бутылки, у нас отобрали большую часть территории. На площадке возле 78-го дома, на улице Зелёной, настоящая выставка собак. Джек Расселтерьер, Спаниель, Мастиф, Лабрадор, Крошечный Йоркшир. Здесь рады любому животному. В это место выгуливать питомцев приходят даже из других микрорайонов. Площадка удобная, большая, обособленная. Через неё нет пешеходных дорожек. Хозяева четвероногих своими усилиями облагородили территорию. Поддерживают чистоте и оборудуют всем необходимым для комфортного выгула. Но с недавних пор у собачников начались проблемы. Сделали стол для собак, чтобы оборудование, игрушки, чтобы они играли. Но иногда открываем, тут ничего нет. Вот тут у нас миску вытаскиваем всё время. Питьё для собак наполняем эти канистры, наливаем им, заполняем. Но иногда бывает, что перевёрнут стол. Просто здесь, не знаю, кто-то играет или что. Кому понадобились вода и собачий корм, собаководы недоумевают. Но это лишь малая часть проблем. Хозяева четвероногих спокойно пережили строительство близлежащих учреждений с хламом и мусором. Правда, учреждения эти урезали территорию с двух сторон. А затем неизвестно снесли приспособления и тренажёры для тренировки животных. Куда-то исчезли цветочные клумбы, высаженные самими собаководами. А последнее время из-за своей безопасности стали переживать. Мужчина пошёл принципиально на нас, на площадку. Мы ему кричали, пожалуйста, отойдите, потому что здесь собаки гуляют. И он кинулся на нас с ножом. Мы пытались его остановить. Сказали, что это официальная площадка. Он сказал, что ему всё равно. Поэтому в следующий раз он придёт сюда с ружьём. И с палками на хозяев собаками кидаются, и на брани скупятся. Чему и кому мешают миролюбивые любители животных, непонятно. Зимой коммунальщики проблем подбрасывают в виде целых сугробов. В зимнее время и очень неудобно гулять. Снег выбрасывают и сюда за забор. И там, и они очень далеко этот снег выбрасывают. Тропинки просто тут же засыпаются снегом. И у нас собака мелкая, так ей вообще невозможно бегать. Вот сама натопчешь, и вот так бегаешь вместе с собакой, топчешь тропинки. И всё это при том, что площадка официально предназначена для выгула. В этом можно удостовериться, зайдя на сайт муниципального предприятия Центр временного содержания животных, который и занимается собачьими проблемами в Мурманске. А на интернет-ресурсе администрации города Мурманска есть постановление о 2006 году, в котором отражён перечень мест, специально отведённых для выгула собак, в том числе и площадка на улице Зелёной. Тут мы идём, мы мешаем людям, там мы мешаем людям. А куда же нам деваться? Владельцы животных ни от кого ничего не ждут и не просят. Они сами борются за свои права. Пишут коллективные обращения в полицию и управление округом. Готовы огородить площадку за свои средства. Дайте только разрешение. И сетуют. Если бы мы не были злые, как собаки, возможно и жизнь, как людей, так и животных, не была бы такой собачьей.